И всем привет ребят, с вами Старбанки, сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговору и тематике, сегодня мы вместе с вами обсудим все новости, которые у нас есть на момент четверга, обсудим анонсы, которые уже стартуют завтра, но если вам нравятся подобные видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот замечательный канал, если вы еще вдруг не подписаны, ну и также конечно же не забывайте про то, что прямо сейчас проходит розыгрыш на 2 миллиона кристаллов, на 30 тысяч танкоинов, по моему личному тегу, создателя контента, в настройках игры, вот сюда заходите, в аккаунтик переходите снизу, вот здесь тимпешечку вкусную оформляете, дальше покупаете премочку, покупаете танкоины, покупаете например там ежедневные танкоины со спецухи, спускаетесь в описании, заполняете форму и участвуйте в этом замечательном розыгрыше, ну а мы сегодня обо всем по порядку пройдемся, пока что у нас нету на русском форуме, на русских новостях информации о дополнительном ивенте, поэтому я уже открыл англоязычный форум, здесь у нас есть эта весенняя лихорадка, перевел ее, ну и с таким немножко корявым наверное будет переводом, но все равно мы пройдемся, я думал что это будет все дело посвящено уже к 8 марта, но нет, нет у нас как такового ивента к 8 марта, есть у нас весенняя лихорадочка, которую стартует уже с завтрашнего числа и которая пройдет я так понимаю с 3 по 6 число есть у нас 30% скидки, как я иванговал, 30% на магазин 30% на гараж, 30% на ускорение, на запуск именно шага микропрокачки, ну и 50% на его ускорение специальный режим цп жар птица какая-то пушка новая, что? новая какая-то пушка специальный режим пироманьяки башня жар птица корпус оса чего? новая пушка и корпус а, боже ты мой, ё, это васпожига боже, какой тут перевод корявый, ё-моё я уже испугался, думаю, чё вообще? какие-то новые пушки, новые корпуса ладно, дефолтная васпожига в режиме цп на осе но с фармом звезд, наверное, особо сильно не актуально а, ивент не 3 дня длится джиггернаут еще соло? или нет? башня любая, корпус любой режим джиггернаута я так не могу понять, это соло джаггер или не соло джаггер? наверное, это соло джаггер, по идее, да? по идее, это должен быть соло джиггернаут хотя здесь не написано соло джиггернаут написано просто джиггернаута может и обычный дефолтный джаггер наверное, даже дефолтный обычный джаггер специальные предложения с ежедневными танкоинами Спецуха с 7 днями према за 1600, очередной раз появляется она вкусная, 200 ультраконтейнеров, еще ультраконтейнеры и спецухи с контейнерами, повышенные фонды и опыт, мегаголды, ну и праздничное оформление. В принципе все по дефу, ивент продлится 2 недели, ну и его просто назвали как весенняя лихорадка, решили не приравнивать именно к 8 марта, хотя он включает в себя и 8 марта в том числе, хотя в принципе по картинке наверное можно понять, что это акцент именно на 8 марта. Почему название не к 8 марта, не женский день, а весенняя лихорадка, не знаю чем это связано, посмотрим заодно появился ли здесь пост, нет, на русской странице до сих пор пост почему-то не появился. Но в принципе наверное все дефолтно, как я и планировал, как я и говорил в видосе 2 дня назад, все то же самое что я думал, все у нас в таком виде и появляется, единственное только спецрежимы не такие жесткие, не такие крутые, которые могли бы быть. Да, могли бы быть намного интереснее здесь режимчики, намного сочнее, вкуснее, которые были бы более наверное интересные, в которых я бы лично был бы намного больше заинтересован, но такие вот появляются у нас. Ну и самое интересное это список обновлений, в этот раз он тоже большой, есть у нас изменения в балансе пушек, есть изменения в балансе корпусов, ну и по большей части наверное здесь мало чего сделано в лучшую сторону. Список обновлений, начнём, добавлено ультру контейнеры новое устройство для Гаусса, супер соли, что? Супер соленоиды, нифига себе, это что такое? Устройство повышает урон залпа, но радиус взрыва становится незначительным. У-у-у, сплэша нет, но сильный урон в залпе. Интересно, интересненько Новое устройство на Гаус Давно не было ничего такого Для мобильных игроков боевые миссии На получение звезд, замененный механизм Получение звезд по итогу боя, как в компьютерном клиенте Ого, обновлен экран регистрации И входа в игру А, поменяли вообще, да? То есть нет теперь заданок, а теперь как в компе Ой, это с кайфом Телефончики теперь будут радоваться Экран регистрации, входа в игру Огнемет Устройство, сила нагрева С статус эффектниками стала С минус 50 на минус 70 То есть не нагревается Я так понимаю, да? Токсичная подавляющая смесь Время действия статус эффекта Увеличивается на подаве Критический урон Снижается на 25% На подаве, блин, подава была такая вкусная Ее нерфят уже завтра Критический урон снижается на токсичной смеси На пробитии Так, но пробитие тоже будет дольше Сила нагрева становится меньше Стандартный урон больше не снижается А здесь стандартный урон, наверное, такой и был Так, здесь у нас на фреза Что-то статус эффектники тоже нерфятся Токсичная смесь Тоже падает Нерфится Короче, все статус эффекты на продувы Занерфлены, я понял Молот, число дробинок в залпе В одном с 30 стало на 20 Это тоже нерф молота Так, твинс Критический урон снижается Тоже на всех статусниках Минус 50% Все статусники нерфятся Просто все статусники нерфятся Жесть Больше не накладывает статус эффект горения на твинсе Исправлена ошибка, из-за которой Устройство бронебойной боеголовки Обездвижившей боеголовки в залпе Запускали только одну ракету О, с этим багом я столкнулся Так, скорпион Устройство пусковая установка торнадо Нерфится Поджигающие снаряды Нагорение на 1 секунду 1 секунда Ты так понимаешь, это тоже все нерф Нерф Стан снаряды 0.4 Бронебойка Короче, все статусники нерфятся Просто все статусники нерфятся Васп Радиус максимального урона Это бомба, я так понимаю, да? Это бомба Радиус среднего урона Радиус минимального урона увеличивается Процент среднего урона увеличивается Минимального урона увеличивается Радиус наложения подавления увеличивается Васпа Овердрайв апается А вот паладина овердрайв Ну, наверное, больше нерфится Потому что больше он не накладывает статус эффект пробития А если он не накладывает статус эффект пробития То смысла становится Наверное меньше, только ради хила Юзать оверку, слить быстрее Противника ты под оверкой теперь не сможешь Ну и при этом время овердрайва Теперь будет 20 секунд То есть это какой-то более балансик Но я думаю, что это больше нерв Паладина тоже Ваз папается, ну и все статусники нерфятся Интересно будет посмотреть на устройство На Гаусс Хотели бы вы увидеть обзорчик на него уже завтра Если да, то Напишите Постараюсь завтра уже протестировать его Ну и на Мега Донате Тоже можно будет его затестить, посмотреть Как он себя покажет, проявит Пишите, что вы думаете по поводу всего этого дела В принципе, ну наверное Закономерные изменения Нет изменений По двум параметрам как минимум В этой обнове Ну и в принципе я рад, что этих изменений нет Да Ну а весенняя лихорадка Наверное такая более дефолтная Сейчас откроем, заодно посмотрим Появилась ли у нас на русской Странице информация Нет, на русской до сих пор у нас информации нет Формите звезды Зарабатывайте В принципе, отличные возможности имеются Тот нерв, который здесь есть Ну в принципе, наверное, он не критический Ничего такого сверх жесткого Здесь по нерву нету За исключением именно Всех статус эффектников Которые были на сегодняшний день Наверное, довольно неплохо актуальны Ну и за молот немножко обидно Молот что-то как-то нерфит Прямо очень сильно Мне кажется, что эта пушка не заслуживает Столь большого нерфа В нашем матчмейкинге Тогда не надо было его в принципе апать Чтобы сейчас его Настолько сильно Брать и нерфить Пишите, что вы думаете По всему этому поводу Да, оставляйте свои комментарии Поддерживайте данный видос лайком Если вам понравилось Подписывайтесь на канал Если вы еще вдруг не подписаны Нажимайте на колокольчик Дабы не пропускать новые видосы Но у меня на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok